всем доброго времени суток мы сегодня заканчиваем прохождение игры престолов вроде как должна быть последняя часть но не уверен были какие-то слухи про шестой эпизод более точной линию нет копаться искать что-то новое ребят меня обламывает есть такое дело если выйдет ну будем играть если нет то нет окей ну что ж эпизод 5 они есть шестой еще эпизод значит мы не заканчиваем о май гад хорошо эпизод 5 в игре престолов ты либо побеждаешь либо погибаешь серсея ланнистера окей вперед ну чтож значит возможно сегодня позже шестую часть попробую пройти если силы еще останутся после рабочего дня и после всех хитросплетение понедельника ладно окей как обычно долгая загрузка такая не знаю что там может так я нагрузиться вроде как компьютер нормальный не слабый не топовый конечно но тем не менее окей за игре престолов она мне прямо в ухо говорит вы поможете младшим сыновьям я не могу вернуться сюда еще возможно это наш последний шанс проведите город помогите им освободить мои ирины я прослежу чтобы вас наградили по моему вас кинут по-любому думаешь договориться с одичалами нет я я я свой ну вообще он говорит что я друг насчет свой там ничего не было сказано она замри ой да ладно что такое и сестричка весь это моя сестра с массиве силы мне нужно туда попасть сэра лорд white hill что-то затевает он плетет заговор против моей семьи окей кто-то ему в этом помогает андроссер будет наемников несколько сотен что он собирает войско для лада white hill чтобы тот мог выступить против железного холма господи да там железный холм развалин вообще талия возможно я оставлю тебя здесь с предателем узнай кто за этим стоит и мы помним возвращение железный холм было печальным рамси болтон все дела родрик мне сказали что те нельзя сломить я решил сам в этом убедиться ну что ж давайте убеждаться родрик форестер я как раз рассказал твоей сестре отец хочет найти мне партию а то ли я составила мне такую хорошую компанию как ты думаешь я ей нравлюсь а может выбрать твою матушку сырованный цветок все еще остается цветком только вот умирает быстрее мы могли бы стать семьей так ты убил это но ты ни на ком из них никогда не женишься для нас и романа честью так вот хер тебе ты ни на ком из них никогда не женишься никогда это ужасно долго но давайте ненадолго забудем про этот чудный день следуй за мной твой мечте не понадобится оставить меч при себе отдать меч я никуда не пойду без моего меча боюсь тебе придется но я помогу тебе ну окей ладно пойдем вот разве так не лучше ты тоже пойдешь не нужно вмешивать ребенка в дела лордов я сказал она пойдет с нами я не доверяю ее своим людям окей пойдем ухты это номер ну чтож куда идем то как поживает ваш отец лорд болтон получше твоего как вежливо с твоей стороны мне нравилось играть в лесу когда я был твоего возраста до сих пор нравится так много мест где можно спрятаться я очень легко нахожу людей родрик все хорошо талия кстати говоря где гриф я ожидал что он встретит меня я запер его здесь на место это решать мне я и впрямь надеялся что все будет иначе я надеялся что мы станем друзьями ведь был щедрым не разрешил вам оставить половину своего леса ваш достаток и все равно вы за моей спиной обратились гленмара они наши гости солдаты сопровождают ее для ее же безопасности если и безопасность это проблема то возможно не стоило ехать в железный холм я рад что мы с тобой все обсудили спасибо за то что был таким терпеливым но всему есть своя цена вот мы и пришли артур родрик я слушался меня ты проявил неуважение кто-то должен заплатить за это я тут кто тебе нужен артур не сделал ничего плохого если хочешь кому-то на пусть это буду я нет родрик зачем волноваться ты так почти труп не прекрати посмотри что ты наделал я надеюсь она того стоило она того стоило арту пожалуйста пожалуйста талия не отворачивайся должна увидеть чему приводит непослушание дали не смотри взгляни на него талия взгляни на деяния своего брата прошу арту рамси прости но иначе они ничего не поймут смелости вестись смело вестись милой разве родрик появил милосердия гриппу это его вина но это моя как я и говорил талия бедняга потерял сознание дадим ему минутку ты хочешь убить меня я отпустите его давай покажи какой ты сильный сделай это за это на не надо он играет бросить нож твой младший брат это был гораздо смелее тебя я пришел сюда чтобы убить тебя на тире я понял что будет гораздо веселее наблюдать за тем как лада разрывает вас на части никогда более не хочу возвращаться на этот сраный холм мне сделала гораздо важнее чем играть в няньку для тебя и лада так что разбирайтесь сами последний дом оставшийся в живых победит мы победим в этой битве а какая уверенность речь для человека без армии половины лица и еще кое-что не могу оставить работу не оконченную седлайте лошадей не думаю что вам повезет найти других союзников ну вариант перерезать ему глотку всем доброго времени суток мы сегодня заканчиваем прохождение игры престолов вроде как должна быть последняя часть но не уверен были какие-то слухи про шестой эпизод более точную линию нет копаться искать что-то новое ребят меня обламывает есть такое дело если выйдет мы будем играть если нет то нет окей ну что ж эпизод 5 они есть шестой еще эпизод значит мы не заканчиваем о май гад хорошо эпизод 5 в игре престолов ты либо побеждаешь либо погибаешь серсея ланнистер окей вперед ну что ж значит возможно сегодня позже шестую часть попробую пройти если силы еще останутся после рабочего дня и после всех хитросплетений понедельника ладном окей как обычно долгая загрузка такая не знаю что может так я нагрузиться вроде как компьютер нормальный не слабый не топовый конечно но тем не менее окей ранее если он кейма стран за игре престолов она мне прямо в ухо говорит вы поможете младшим сыновьям пробраться не много вариантов на самом деле столько чудовище могу сотворить такое болтаны поплатятся за это слушать чувак ты ходить научись для начала меч в руке держать афа арту сам они жаль хочу только один глаз закрыл бы я продолжаю задаваться вопросом чем заслужили такую ненависть мы сами в этом виноваты или же этот дом проклят рамси сноу чертов дикарин позорит весь север однако по закону мы обязаны повиноваться ему нога с боги я скучаю по старкам солдаты гленмаров ушли рамси отправил их домой вот тебе и союз рамси сказал что решил сохранять нейтралитет он хочет чтобы выжил сильнейший я хочу чтобы это были мы думка но сможем ли мы дать отпор у нас попросту мало людей мы еще не вернули райана так спокуха сначала мы совершим обмен на будем волноваться когда его вернем как только совершим обмен где 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 мой брат не леди стойте ну только что его загрузили в тележку и повезли пустите же меня элейна родрик скажи мне где он вон он отъехал нет не то нет это моя вина я втянула его во все это я сожалею об этом он пошел на это ради меня я сожалею лейна я знаю как он был те дурак он значил все родрик он был мне младшим братом я была с ним в тот день когда он учился держать лук он так нервничал что отец прозвал его тетевой умереть вот так это сделал рамси сумасшедший рамси был здесь по твою душу родрик нибудь мы твоими союзниками че уже жалеешь алайна прости 4 иногда какие-то подлагивались пошли отсюда тут холодно как мне справиться с этим родрик как жить дальше где мне взять силы так справедливость вас торжествует однажды когда не справедливость не вернет мне брата черная магия некромантия ты всегда был мне хорошим другом родрик самого начала мне нужно немного поспать ты ни одна я не знаю что еще делать спать это хорошо ты ни одна я буду рядом если что-то понадобится спасибо рубрик королевская гавань мира форестер вот ты где мы с тобой не виделись самого пива как ты думаешь сколько нужно кораблей чтобы переправить целую армию кораблей с чего ты вдруг неважно мира буду с тобой откровенно я здорово я рисковала когда провела тебя на 1 противоле и марджери и как же ты отблагодарила меня устроила ругань с лордом андросом на глазах у всех этот андрос орал на весь нельзя винить меня за его поведение я уверена что он неспроста кричал на тебя собственно как и все остальное марджери тоже да все стоят все остальное видимо все остальные именно поэтому мне небезопасно находиться рядом с тобой что мира ты уже не та девушка с которой я познакомилась в хайгардене она бы никогда не повелась а столь опрометчиво и к тому же теперь когда мы с гадри с гарибальта мы готовимся к свадьбе быть связанной с тобой рискован окей ты совершаешь ошибку нет конечно может если бросишь меня кто будет рядом когда ты будешь нуждаться в помощи не знаю может гарибальт извини мира мне правда жаль ночью это хотя бы стоило того так ничто не стоит потери нашей дружбы раньше я была бы согласна с тобой может гарибальдом переговорить рассказать правду как бы то ни было не стоит уйти пока она не увидела меня она уже думает мира форестер и чем я могу вам помочь последуйте за мной сейчас же и и зачем же ты не усложняй ситуацию ну похоже мы влипли девчонки что-то у вас с лицами не то сажей перепачкались эшер форестер я рада что он мертв по крайней мере было приятно вонзить в него нож но может нам дорого войти и счет как ты благодаришь меня еще промолчать нам вообще не следовало туда идти этот город мне он приносит только более шар я надеялась похоронить это вместе с телом дизера не могу представить каково это было пожалуйста я не хочу снова об этом говорить эшер вы вернулись давайте заберем наших младших сыновей уйдем отсюда хрен там сейчас все накроется медным тазом если ты сделал все так как тебе было велено дейнерис об этом узнает дейнерис аспирал положено называть титул королевы разве нет ну ка ну ка ваша милость мой племянник вернулся с заданием кажется ты сыграл свою роль во взятии ими ирина эшер форестера возникли ли какие-то проблемы отчет из поля боя не очень понятны может ты прояснишь ситуацию но у нас возникли некоторые трудности ни одна битва не проходит без трудностей ваша милость но мы выполнили ваши приказы сели для меня дошли слухи о происшествии в городе что тебе об этом известно это неважно какое-то имеет значение мы выполнили задание как и обещали считаете что это важно возьму важно повиноваться вашей королеве кажется ты говорил мне что твой племянник человек чести он не может даже ответить за свои поступки ваша милость вы убили господина дезора зараза хотя я говорила что его судьба в руках рабов мере на и сейчас вы пришли за наградой почему это я должна спустить вон сук не смей что ты скажешь свое оправдание все произошло в полу сражения я жду солдат должен сохранять рассудок бою ты ослушался меня ты разочаровал меня форестер я не дам вам своих младших сыновей что но ваша милость задание увенчалась успехом вы обещали мне кровь то его младших сыновей а вы дали мне слово которое не сдержали в мире не настал новый день рабы сбрасывают свои оковы здесь должны быть головорезы которые станут сражаться за таких как вы а теперь убираетесь мне очень жаль ваша милость и не за что извиняться малкольм у меня другие планы на твой счет мы не подписывались на это пожалуйста я бы хотел чтобы ты остался и служил мне у меня есть для тебя задание ваша милость я я польщен но я должен думать о своей семье вам будут благодарны за союз трагеринами которые вы помогаете заключить я польщен с вашим предложением могу ли обсудить это со своим племянником хорошо но дайте ответ как можно скорее ты серьезно думаешь остаться в эсосе не уверен это все так неожиданно если дэнерис торгая рент будет вестерос лучше бы нам заручиться ее поддержкой а сейчас ты разозлил ее так что нам стоит быть убедительнее окей ладно дядя давай матерь драконов станет могущественным союзникам для нас если она преуспеет в борьбе за железный трон по другие союзники нам не понадобятся но к чему бы это не привело нам по-прежнему нужны бойцы королева думает что мы можем найти их здесь среди тех кто был освобожден маленькая королева права в мире не полно убийц и я знаю худших из них пойдем к ним не знаешь они не похожи на нас для них убийство это забава развлечения тогда пусть развлекаются сайт хилами пока они будут их убивать меня это не беспокоит не говори что я тебя не предупреждала я должен поговорить с королевой не дайте себя убить так куда именно мы направляемся раньше бойцы были рабами если не ошибаюсь сейчас они попытаются жить как без спада ну так всегда и происходит вы рабам известно только одна модель поведения то в которой они занимали низшую ступень иерархии горит таттл северный лес так ну да это но это нормально баба таскает дрова мужики сидят греют жопу у костра как всегда очень правильная такая позиция замерзнешь за меня не волнуйся сам кто-то же должен быть настороже а уч становится хуже набухнет все пройдет все в паре дни это лениво рога пройдем по мосту первых людей а там сможем попробовать отыскать северную ручку веду сильви мы не пойдем на север мы пойдем на юг присоединяемся к мансу похода на север и пробовать не стану но я с вами не собираюсь а без меня сильви он проделал такой длинный путь он знает что делает вот как тогда скажи мне почему мой брат ранен в плечо и неплохо глотал его но как его ранили какое-то имеет отношение к свит скоттер я спрашиваю рыбью морду одичали на одичалые напали на нас вольный народ перепутали котера с вороной интересно почему мы пытались поговорить с ними все пошло наперекосяк наперекосяк судя по его виду его чуть не убили суть в том что ты здесь чужак силы я знаю гарри да может он и не один из нас но я доверяю ему я месяцами ждала ли ждала тебя кота а когда ты наконец вернулся то приключил с собой вороны который костер-то развести не может нет мы не обязаны умирать за него и я тоже это гребедная северная роща даже не существует окей парень возвращайся хочешь вернуться финн что же ступай никто не держит тебя ты же знаешь что я не могу заткни отвали замечательный ты лидер ничего не скажешь идите нахер прислушайся к нему давайте всех отправим нахер и пойдем на себя если ты пойдешь глубоко на север то скорее всего никогда оттуда не вернешься они она простого не стоит как только кота поправится мы пойдем на юг с тобой или без тебя гаррот сил сил я тебе нужен отдых нам стоит что-нибудь поесть я буду поблизости не сервис горит что ты еще скрываешь сперва я узнал что ты отличалась теперь у тебя появилась сестра что еще ты скрываешь ничего клянусь я думал она поможет сил визна это или сам лучше чем я если кто и сможет отыскать северную выручу так это она да и к тому же я не могу ее выручить ну тогда переубединиться а что если она права может ты все же чужак и здесь серьезно это конец я не могу идти на север без проводника и к я последую за ней прости город ну ребят вы хорошая команда валим отсюда чу горит с которым с кем еще можно поговорить смотри да мы смотрели в прошлой части новой понятия не имею зачем их тут поставили окей вам пойдем еще раз поболтаем а есть возможность еще как-нибудь поговорить кота говорить ну давай горит горит ты не похож на свою сестру вы не очень-то похожи белые волосы я знаю к чему ты помнишь так что можешь сказать прямо я просто поинтересовался она родилась такой моя мама называла ее месяцок люди в нашей деревне считали что она дурное предзнаменование из них что были получше просто держались подальше от нее те что похуже скажем так я рад их больше не видеть почему люди боялись по той же причине по которой уже не зовут нас одичалами по которой построили стену держат нас за ней люди мрази что случилось с вашей деревне вы ушли нас вынужден покинуть ее когда силе исполнилось два года они сказали нашей матери что нам там больше не место ей не место полагая не надеялись что она не доживет до того как получит имя но силами крепкая она бы ни за что такого не допустила где сейчас мама я не знаю скорее до сих пор живет она пыталась выгнать мою сестру закудов ее в них а и все такое прям как хорошая мать я ушел той же ночью как узнал об этом как рука да вроде неплохо что а ты об этой дерьмова он братьюнка бросаешь меня ты не поведешь хочу помочь тебе горит правда я не могу оставить ее и к тому же в этих краях я теряюсь также как и ты ладно не будем выяснять зачем он брал это его дело нам это не интересно так чё братью не давай с тобой поболтаем финн ты же финн или ты удмурт что ты тут забыл там такой костер я не собираюсь я шатся с гребанами одичалами да ладно все даем шанс отец я и дал смотри что из этого вышло но почти не хрен жрать котов чертовой материном еще и взаимос долбанутой сестрой нужно приглядывать могло быть хуже как знаешь что лучше пойду греть зад рядом с одичалом чем буду еще с тобой разговаривать на серьезно окей хорошо братишь ладно давай посмотрим на шатер силе копьешка но мы его уже видели через здесь еще есть пойло но и отопьем они так уж и блога рисунки рыба-медведь летел на месяц ок семейное ожерелье какая-то между интересная ее мать дала и это все мы здесь больше ничего не можем сделать похоже нет так и чуть-чуть мне подсказывает что нам нужно опять идти кастру и опять с кем-то болтать или там все закончится поговорить нет с финном еще нет с финном мы не можем поговорить а у нас остался последний пункт диалоги поговорить с которым почему он что такое берет зачем ты врал почему ты сразу не сказал про то что идешь сюда чтоб найти сестры я хотел но мне казалось что ты не поймешь я не мог так рисковать он самый прости чудно все ребят че еще можно тут сделать а не ну реально чу подождите ну и мы не можем здесь ничего сделать поговорить с которым мы не можем но смысле поговорить можем на полговорит не не чем можно с фильмом точно не можем что-нибудь еще что я не вижу заячика твою мать а еще громче нельзя извини никогда прежде не встречала ворона извини за то что чуть не убила тебя хотят тогда бы я сделать и одолжение на севере полно твоих желающих убить ворона деликаны тены сумеречные коты ледяные пауки уж лучше копье чем они больше не ворона это те ворона это навсегда как они всегда говорят не спугни наш обед можно мне девчонки еще дерзай ты умеешь с ним обращаться мне конечно я думаю я справлюсь проверь что целишься в нужную сторону ну давай посмотрим это ты называешь я справлюсь прикольно не рука не поднялась на бедного зайчика давай че серьезно нет зайца жалко ничего да блин а фак можно как-нибудь да и дарит твою налево то перенервничал можно другой раз гаррик что уж раз у нас еды нет что это ужин с этом не станешь но на какое-то время пропадет чувство голода дурацкая система с двумя мониторами болин выскакивает на другой экран и все и хрен что сделаешь потерял кого-нибудь город кого-нибудь за кого сильно переживаешь кого-нибудь без кого не сможешь жить если больше никогда не увидишь свою семью сперва мать потом сестру и отца значит те знакомы это чувство которые мы тоже потеряли все да и друг другом и едва не потеряли я думал что в этот раз он не вернется я не рискну потерять его снова даже ради северной рощи что-то знаешь о ней да только слухи но не обнадеживай себя она того не стоит прошу мне надо взять а не цена несколько лет назад один из кланов замерзших рек отправился на ее поиски они наслушались истории что там холод не может не сможет коснуться и что там безопасно даже во тьме зимы поэтому они ушли полные надежды и никто из них не вернулся ну что они остались с вами может им там понравилось вольный народ нигде не задерживается подолгу ты бы знал это если горит чу бежим кота какого хера финн осторожно это что такое сейчас было белые ходоки похоже мы пришли мы явно на месте так с кем мы имеем дело бойцы изъем мы выходят на арену на уходит только один и так день за днем лишь одно правило убить противника те кто выживают способны на все пусть они обезумевшие дикари но один боец из ям стоит 10 наемников главное убедить их сражаться за тебя а это будет не просто так ладно они прислушиваются к те ты ведь тоже сражалась я массы говоришь на их языке мы не очень так хорошо уживались ну окей пошли знамя осмыть и свержение господ наверное это греет те душу никто их не сверка не лишь преклонили колени и когда они встанут на ноги то станут опасными как никогда так ладно чем мы еще можем мы можем посмотреть головы что сделал что как слова хера повернешь лучше не вмешиваться а еще чужиков они не жалуют на вообще всех кто проявляется слезы слабость ну тогда говорить буду я я справлюсь что облажаемся по полу ну тогда видим о да это же бешка мать ее василиск мы просто хотим поговорить со моей здесь не место букашка лучше идея иначе я тебя съем да ты и так жирный похоже ты и без того наелся мой господин кормил меня только когда я побеждал а побеждал я часто сейчас на счет 3 ты развернешься и свалишь отсюда а он мне нравится я моя у нас гости как ты здесь немножко грязного некоторые господа никак не могли насытиться боями поэтому они построили свои собственные где они могут творить все что захотят алё гараж и в сторонку отойди ну и чё мы идем или где это моя держи свой хер в штанах братец она ведь отрезать его может ну здравствуй мало кто смог пройти сквозь звери видимо вам позарят что-то нужно у меня есть предложение думаю она заинтересует тебя твоих людей если бы ты хотел заинтересовать меня то не пришел бы сюда вместе с ней мая прошу что ты просишь у меня была подруга василиск но она умерла много лет назад я заслужила свою свободу ты бросила меня всех нас оставь ее в покое мне плевать на ваши былые обиды бешка самый верный друг который у меня который был хоть когда-нибудь ну и что же тебе нужно почему мы дал не должны разорвать тебя на куски и скормить зверя успокуха самое время облажаться по полной давайте по-моему мои враги куда хуже ваших господ могучие и кровожадные они намного хуже любого вашего господина мне нужны бесстрашные войны чтобы сокрушить их считаешь нас наемниками мы не вмешиваемся в чужие войны мы бойцы из ям художники что рисуют кровью это было вчера тебе бойцовые ямы закрывают теперь не свободны и вольны делать все что захотите неужели ты не понимаешь ты права мы свободны так зачем же нам очередной лидер ну чтож чтобы ощутить трепет войны вы все хороши в бою но вы же не знаете ничего об этом не знаете что такое настоящий трепет войны волны людей сливаются воедино кровью и сталью в эстеросии они поют о наших великих воинах на протяжении веков амая мой уход был ужасен знаю но когда-то мы были друзьями и можем снова и не стать пожалуйста остуди свой пыл и выслушай его ты хочешь возглавить этих бойцов сперва завою их доверие нельзя познать человека пока ему не пустят кровь ты должен показать им что умеешь сражаться хорошо с кем как насчет самой с тобой его зовут кровавый кто взломный бесстрашный быстрый что за хрен с горы никогда раньше его не видела я бы предпочел не не убивать бы его но в чем дело вестеросец отчаянно пытаешься подобрать слова напоследок точно именно этим и занимаешь тоже думаю мне стоит разобраться с ним и так кто же тут у нас такой со своим топориком опрятной белой высой бородой я могу запросто от иметь тебя раком а уж убить тем более рад что тебе понравилось моя борода ну спускайся посмотрим на твою кончину интересно что у меня в виду если я погибну приглядит замалка нам твоему дяде нужен присмотр так же сильно как и мне они нужны мне будешь сражаться нашим оружием ну ладно чё дадут чувак ты прыгнул как пуль вы все видите этого явнуха вестеросца он прибыл чтобы приказывать нам сражаться так же как приказывали нам господа я убиваю не потому что мне приказывают я убиваю ради удовольствия ну я убиваю чтобы жить очаровательно оставить живых таким образом давай выбери оружие постарайся не умереть лишь один из вас покинет яму живым пусть победит сильнейший это буду я вот возьми это ничего у вас там какие то окей ладно хрень возьмем ща будем отгребать походу ты готов вестеросец будет больно окей будет больно твоя смерть будет прекрасной разве вы не хотите посмотреть на это слышишь это дружок мы не можем заставлять толпу ждать вообще-то я могу за это ты умрешь медленно ну ладно тем будет легче если я перестану двигаться но возможно шлюхин ты сын ребят дайте вот эту штуку я не знаю чуть такое ну посмотрим удивлен что тебя хватило сил поднять его ну что ж ну что ж я готов вестеросец не смеет ступать и не собираюсь нихера взгляните на этого испуганного мальчишка он боится своей гибели ну что ж надо и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 и чё какая шустрая твое ну и и прикольно а где финн он был там финн финн майк моя женщина они повсюду ходоки бежим в северную рощу нам нужно держаться вместе бежим жива ну вот все решилось надеюсь ты не ошибся город хрена не еще шустро бегают только от мира что там еще и куда это ты нас привел ваша милость покои моего брата тебя знакомы не так ли без сомнений ты бывала здесь и раньше хотелось бы думать что мы честный друг с другом тем не менее очень любопытная верно и сказала что верно короне однако твоя верность леди марджери оставляет желать лучшего вы мной недовольны ваша милость до меня доходили слухи что и времени ты не терял скажи мне ты считаешь себя честной и верной служанкой я делала все необходимое это не просто ваша милость но я делаю все необходимое как и все мы я стараюсь не относиться предвзято к таким людям как ты однако лукан сказал что ты пробралась на пир в честь коронации томмена как это у тебя получилось я должна была это сделать я делала все необходимое мне сказали что ты вынудила одну девчонку провести тебя на пир значит тебе нужно использование людей в своих целях вот и хорошо почему ты так безрассудно рисковала своей жизнью ради чего ради своей семьи все еще в большой опасности маш ваша милость мое присутствие на перу было необходимо семья это удобная отговорка которой мы себя успокаиваем полагаю все это завязано на своих проблемах с лордом андерсом ты была такой занятой служанкой полагаем леди марджери ничего об этом не знает нет ваша милость уже не первый раз скрываешь от нее правду это совсем не глушит тебя верно вообще никак я угу ей только когда это необходимо ваша милость мы обе знаем что это не так похоже я ошиблась приняв твое северное упрямство за глупости я вижу что это не так ты хитрая девушка и возможно ты сможешь мне помочь ваша милость ты очень сдружилась с моим братом киреоном мне нужно чтобы ты поговорила с ним до начала суда я хочу знать кого намеревается позвать в качестве свидетеля я попытаюсь это будет непросто тиреон умел тебе придется скрывать свои намерения иначе он ничего не скажет ты можешь отказаться полезной пташкой полагаю ты сделаешь как тебе велено а я те временем уложу твои проблемы с лордом спасибо ваша милость он все равно никогда мне не нравился козел такой вряд ли кто-то будет по нему скучать так ну что ж похоже не самый плохой расклад вырисовывается наконец-то наконец-то начались хит расплетения наконец-то предательство подлости ложь думаешь мы зря наняли этот корабль не знаю ты выдал неплохую речь братец но кто знает прислушались ли они с тех пор как ты оставил меня на растерзание драконов я много думал о том чтобы остаться здесь не ехать с тобой вестерос чтобы спасать твою семью правда я была зла но ты моя семья как бы там ни было я пойду за тобой куда угодно братишка главное не угробь нас думали мы позволим вам уехать без нас вестеросцы говорят что ваша родина богатая процветающая м как созревший плод осталось лишь сорвать сначала нам нужно победить никаких развлечений не переживай на этот счет мы не умеем поигрывать я покажу им койки сколько их там десятка нету я сейчас приду раз у меня был выбор ты не позволил мне умереть с честью поэтому я должен сыскать смерть в астеросе дешка не преувеличиваю молку не ты пришел а ты нашел нам солдат железном холме будут рады твоему приезду ты через многое прошел ради них так чего хочет деймерис тебя не задание для меня но не считая этого она ничего мне не сказала если ты позволишь я хотел бы помочь ей вернуть железный трон представь каким союзником она станет для дома форестеров если добьется успеха здешняя жизнь сделала тебя лучше племянник решил бросить меня ты не знаешь получится ли у нее отворачиваешься от своей семьи когда она нуждается в тебе как никогда прости меня но я все решил я позор пошли воронов железный холм сообщу родных у что-то отплыл быстрос наемниками я буду поддерживать тебя морально в грядущем бою окей моральная поддержка эшер железные изо льда железные изо льда точно отчаливаем довалим отсюда ребят десяток человек набрали уже целое войско держи это поможет развязать ему язык но будь осторожный этот мелкий ублюдок очень хитер если он поймет кто тебя послал такие ничего не светит не забывай я буду слышать каждое твое слово ну тут херово просил привести бронова не послали сюда служанку что же ходи раз уж пришло позволь угадать твоей семье грозит большая опасность и пришла ты сюда в надежде получить мою помощь что мы друзья тоже так думал и вот и здесь даже принесла вину как заботливо с твоей стороны и те даже не пришлось его прятать они не пришлось да пожалуй присяду ядом не пахнет единственная мечта с рассеей сэкономить время на моем суде ведь не думаешь что я буду пить один спасибо но я пожалуй откажусь вино целиком ваше абсурд я настаиваю твое здоровье давай бухать нормальдос зашло и так зачем ты пришла но слушаю должен признать я всегда восхищался твоей честностью мне кажется здесь все не так просто как кажется давай бухнем все это просто уловка да простите что причина по которой ты пришла мы оба знаем что у тебя есть скрытый мотив пришла чтобы освободить меня ну значит совершим побед как только будете готовы сомневаюсь что мы далеко убежим но скажи же тебя послала ко мне соседи не так ли я ведь знаю что прав вы что играете со мной могу задать я тот же вопрос а теперь скажи мне правду я послал ко мне соседи она не оставила мне выбора как обычно по крайней мере те хватило смелости сказать мне правду я ведь сказал тебе держать свой язык за зубами не вмешивайся луком следи за своим языком девочка наш разговор еще не окончен имбецил оставь нас на минутку без что же моя сестра хотела узнать через тебя кто будет свидетельствовать за вас она использует тебя ну я прекрасно знаю что делаю разумеется поэтому что и оказалось здесь выполнять ее требования выполняет как отреагирует леди марджери когда узнаешь о твоей дружбе с моей сестрой никогда не узнает она поймет да мне плевать что она оба нет а я думал ты намного умнее без ее защиты ты попадешь в очень плачевное положение да чё ты там что мне сказать она прекрасно знает ответ на свой вопрос никто не будет за меня свидетельствовать она давно порт должна была это понять но никогда в это не поверит когда придумай что-нибудь сама скажи что нам намерен вызвать солнцем вариса джейми да и любой список имел и все будет кончено с меня хватит этого взбора пустую тратишь мое время на выход жива надеюсь с вами все будет хорошо владимира осторожнее с теми кому доверяете точно точно давно эту семейку пора подставить по полной интересно что будет если ее отправят назад железный холм или и никак не отправят ух ты должен идти прости не хотел тебя будет ты не спал так ведь потому что ты последние пару недель нам совсем не до сна я надеюсь ты ни о чем не жалеешь только смерть а если бы я только пожалуйста давай не будем говорить об артуре не сейчас окей окей хорошо что мы будем делать теперь я вместе никто не сможет разлучить нос не гриф не его отец не рамси снова снова я надеялась что ты это скажешь родрик оу простики я думала ты один доброе утро то ли я привет или и нам стучаться надо вам все в порядке что-то очень важное что такое алия просто это срочно родрик и все в порядке я могу идти и тяните вам двоим надо поговорить надеюсь скоро увидимся ну и ну давай слушайте прошлой ночью я не могла мне снились кошмары поэтому я рожа италия я пошла туда в рощу и там кто-то был кое-кто что ты имеешь ввиду смотри это доклад здесь написано сколько у нас бойцов где мы держим грифа и гарнизон white hill of здесь даже сказано про элэй ну я знаю тут все кого ты видела и садись соусом того кому мы доверяли я должен знать кто это был нам почти семья родрик это сейчас неважно он предатель он подверг риску наш дом ты должен разобраться с ним как разобрался бы с любым другим человеком говорю уже а мой вынести наказание ты должна сказать просто помещай что убьешь его родрик любой кто смирится предатель нас заслуживает смерти окей обещаю предатель получит по заслугам а теперь скажи мне там ведь пойдем он великом чертоге и кто это мать его мейстер или это рой ланды или это кто только иди за стражей ну теснуть из отведаем фрутис так это мужчина судя по всему это рой ланды или милорд вы так напугали меня что ничего не хочешь сказать что это сам скажу я не боюсь тебя родрик ты предал нас продал свою преданность как какая-то шлюха в подвороте я всегда был предан этому дону но ты упорно этого не видел чего я не видел так это того что ты предатель извиняюсь извиняться ты правда настолько наилен посмотри на себя родрик ты слаб ты слаб прям как ритон когда он мог назначить дунка на своим стражем как он мог и там был всего лишь пацаны и там был дураком и ты тоже принимал глупые решения с того самого дня как свалился с труповозки поцеловал кольцо лада хотя ты прекрасно понимал что нам нужно было показать силу отправился к вершине без единого солдата несмотря на мои предупреждения черт возьми для из-за тебя еще и артура убили хватит рой ланд у тебя было полно возможностей спасти этот дом но ты не воспользовался ни одной из них твой отец горил бы от стыда ты предал нас всех ойланд мой отец в том числе я был верен тому что считал правильным это больше чем я могу сказать и ты поклялся служить мне это единственное что имеет значение я поклялся твоему отцу я бы поклялся эшер убить он здесь но ты коллега который едва может держать в руках меч знает бла-бла-бла заткнись у лерики вот в чем проблема ты никогда не слушаешь роды гриф он попал кто-то освободил его это твоих его дело они собираются устроить засаду при обмене я спас вашей жизни но как же райан ройланд как ты мог это он во всем виноват просто вынеси свой приговор и покончим с этим родрик ты обещал убьешь меня погибнет и эшер пожалуйста роды что ты имеешь ввиду я знаю планы лада пощади меня я расскажу тебе все возможно вам стоит его выслушать он горит только для того чтобы страсть спасти свою шкуру вы должны решить его раз при новой ночь варианты хорошие пощадить давайте пощадим его ой я нажал не тот выбор а ну да я же пообещал убить его ну саша вам будут заморочки это правильное решение черти узнает это неправильное решение правильного нет то что сказал ройланд мы должны предупредить ашера пока он в море это невозможно милорд что нам делать тащите падаль во двор нужно вернуть ашера домой приготовьте лошадей вы карте на защите моего брата ну и как обычно когда я записываю игру начинаются телефонные звонки ну и пацаны там песенки поют чувствуешь за почти на месте башка убей его хватит разнимите их приберегите силы вам еще пригодится они пойдут за тобой наверное но что если твой братец лорд решит что только он достоин быть хозяином железном холме ты и вправду веришь что они будут его слушать это моя армия вести их мне когда не забудь напомнить им что не нужно калечить твоего братца вряд ли они захотят дать ему даже шанс завоевать их доверие вычитывая похоже сейчас начнется какая-то заварушка странно вот слишком тихо не охраны не кораблей может они все ушли воевать за одного из ваших королей может быть или нас ждет засада я скажу остальным брать хорошо похоже нас ждет засада это ведь будет не просто верно это армия сколько из она так вот он какой вестероллс скверный и маленький и чертовски холл я сказал что вам заплатил сети но не говорил что будет тепло а шар богам ты вернулся раньше ты был посимпатичнее нет времени на разговоры брат надеюсь ты готов к бою лад что-то задумал я пока не знаю что именно но точно ничего хорошего мы торчали на корабле несколько недель разминка бы не помешала какого откройте ворота а шар нет ну чё как же давно я не убивал white hill of с дороги дальше не идет а шар ты должен выбираться оттуда похоже все зависит от нас барин да что им все время в ногу то прилетает а шару так я так понимаю нужно открыть ворота они превосходят нас числом счет понеслось помогите своим лордом нужно убираться отсюда так чё пацаны застрял но наступаем ворота опустятся если один из нас не будет держать рычаг один из нас должен остаться а шар быстрее не смея оставлять меня я проделала весь этот грёбаный будет короче позволь мне спасти твою жизнь наш дом железный изо льда брат железный изо льда брат я валю я задержу их но мило так нельзя теперь вошло шару да мило я смотрю родрик иди ну хоть последнюю недельку потрохался мужикова и простите я это да зря сказал чё там кто там да прошу прощения дурацкая ситуация с вырываемся нет не вырвемся на все нет не вырвемся уже болен до такого черта мышка вылетает на второй экран это вообще печально такого раньше не было надо будет что-то сделать ладно гриф мы тебя следующей части завалим я так думаю сколько там у нас уже поменялось оу змейное гнездо мы шестьдесят три четыре десятых процента не чё-то там не стали убивать рамсис ноу ну вообще вы понимаете что убить рамсис ноу не получилось бы вообще по определению потому как он один из ключевых персонажей и он еще там должен быть так мы спасли этого самого блатсонга да то есть мы не стали его убивать мы 37 процентов сказали лорду тиреону короче что это серсея послала нас к нему самый дурацкий ход в этой игре но мы 58 процентов выбрали казнить предателя прикольном 60 с половиной процентов отправили родрика умирать за всю семью аминь братья так эшер да ну все по моему последний мужик в этой семье остался окей вот такой был интересный жесткий выбор достаточно а на этом часть пятая часть заканчивается у нас остается последняя финальная часть простите я не посмотрел ну и как бы для меня все еще непонятно чем будет заканчиваться игра надеюсь вам было интересно потому что мне реально было интересно всего вам доброго играйте в хорошие игры и удачи